Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр, и сегодня просто не день, а какое-то чудо! Потому что я только и делаю, что приношу вам хорошие новости, и вот еще одна! Вы наверняка помните игру под названием Mutant Fighting Cup 2, которую мы очень долго проходили, но так и не смогли осилить, она была слишком длинной. И вот буквально вчера мне написали разработчики этой игры и сказали «Саня, а знаешь ли ты, что мы выпускаем игру на компьютер, если раньше она была в флэш, в браузере, то теперь она вышла в стиме, и здесь появилось очень много всего интересного и крутого. И, конечно же, разработчики любезно со мной поделились ключиком, за что им большое спасибо. Если вы меня слышите, блин, вы крутые, игра действительно классная. И самое крутое изменение заключается в том, что появилось много новых мутантов. Если раньше у меня был только пёс и кот, теперь появилась крыса и черепаха, и я даже не знаю, за кого хочу играть. Мне нравится черепаха, мне нравится крыса, и глаза просто разбегаются. И да, друзья, я не знаю, хотите ли вы видеть прохождение этой игры или нет. Если вы хотите, чтобы я её попроходил, давайте наберём всего лишь 3000 лайков, и я, естественно, заберу... заберу... запишу прохождение. Такс, ну и теперь мне нужно выбрать какого-нибудь персонажа. Что-то подобное, похожее на крысу я уже видел, поэтому выбираю я черепаху. Мне кажется, она будет очень крутой, к тому же ничего подобного я не видел. Правда, черепаха не сильно похожа на черепаху, по крайней мере, её голова. Почему её глаза такие грозные и суровые? Но да ладно, мне кажется, в итоге черепаха может превратиться во что-то очень крутое. Да, мы заводим своего домашнего мутанта и посмотрим, какие мутации имеются у черепахи. Ммм, понятно, понятно, примерно понятно. Хотя ладно, кого я обманываю, мне ничего не понятно. Для того, чтобы получить хотя бы первые мутации, мне нужно пойти сражаться с противниками. Чё я сейчас и буду делать? Что ж, не терпится уже попробовать. И помимо, собственно говоря, новых мутантов, здесь, возможно, появятся ещё какие-то новые дополнительные штуковины. Надо будет проверять, нужно будет тестировать, потому что разработчики сказали, что здесь будет много чего нового. Ладно, переходим к самому первому этапу и начнём сражаться. Сражаться нам придётся с лисой. И помните, что я хотел как раз-таки лису заполучить в качестве своего питомца. Не знаю, почему разработчики не добавили её, мне кажется, это было бы очень круто. Я люблю лис, лисы классные. Ну да ладно, злая лиса. Сейчас с тобой сразится не менее злая черепаха. Внушительная Ридлия. Почему Ридлия? Ридлия? Это Ридлия. Ну ладно, Ридлия, хорошо, такс. И что же ты умеешь, Ридлия? Давай посмотрим. У тебя есть удар лапой, у тебя есть удар челюстью, который позволит ещё и похилиться, и у тебя есть хилка. Ну давайте начнём с по второго удара. Сколько урона наносит моя Ридлия? Девять всего лишь. Ну, думаю, лиса тоже ничего плохого мне сделать не сможет. Бьёт она больнее, но... Знаешь, лиса, ты не учла одной маленькой штуковины. У тебя здоровье-то в два раза меньше, чем у меня. Пускай ты бьёшь больнее, но всё равно я выиграю. Я выйду победителем. И, возможно, даже после этой битвы я уже заработаю немного очков для покупки первых мутаций. У тебя мало жизней. Нажми сюда, чтобы открыть магазин. А что у нас в магазине? Ээээ, то же самое, но ничего покупать я здесь не буду. Просто сражаюсь с лисой. Ридлия, давай. Чик-чирик. И... Надо по-любому прокачиваться. Эй, обучение. Ну я же и так всё знаю. Обучение. Я не люблю обучение. Я в этой игре, можно сказать, реально, ребята, спец. Вот где-где, а тут я настоящий мастер. Я знаю её вдоль и поперёк, поэтому проблем и косяков здесь быть не должно. Прохождение будет максимально, максимально крутым и идеальным. Такс, что ж, Ридлия, давай последний удар. Надеюсь, и эта лисица поедет туда, откуда она приехала. Такс, я заработал 39 монет и 3 плюсика. За плюсики покупаются мутации, позволяющие увеличить восстановление. Что ж, надо это покупать или нет? Вау! Вау! Корона-3-цератопса. Увеличение параметров лечения. Да, оно увеличит лечение. Лечение я люблю не сильно. Но зато, какой внешний вид. Как же теперь будет выглядеть моя Ридлия? Ну-ка. Эээ. Чё такое? Ну, это же не серьёзно. Я думал, это будет хвост. Что это за... Эээ. Вообще, с какой стороны на это нужно смотреть? Я поварнул голову влево непонятно, вправо тоже неизвестно. Странная штуковина. Я хочу её срочно заменить. У меня просто на голове появилась какая-то опухоль отросток. Чё с этим отростком делать? Мне нужно изменить свою голову. Либо лапы. И, что круто, появилось в игре очень много новых мутаций. Потому что каждый раз, когда появляется новый мутант, появляется огромное количество много новых улучшений. Эээ, да. Такс, ну что ж, поехали. Окей. Давай, Ридлия. Не подведи. Не подведи. Эх, как же всё-таки мне нравится лиса. Действительно. Я даже, наверное, где-то в глубине души болею за победу лисы. Потому что лисы, они такие маленькие, пушистенькие, добрые, милые. Я даже когда-то хотел себе завести домашнюю лису, но понял, что лиса всё-таки это, скорее всего, более дикое животное. И в доме ей будет неуютно и некомфортно. Пускай всё-таки лисы живут на природе, вольно. А вот кошечки, собачки, это наше дело. Этих мы можем, ребят, заводить. А лиса, лиса, это всё-таки дикое создание. Хотя есть такие более или менее одомашненные лисы. Но всё равно, знаете, никогда не знаешь, что у неё в голове. Так как это дикое животное. И если кошки и собаки плечом плечу живут с человеком уже очень много тысяч лет, то лисы только недавно начали одомашнивать лис. Хотя, возможно, раньше тоже были домашние лисы. Но это маловероятно. Какие-нибудь, может быть, редкие случаи и были. Но по сравнению с котами, котов гораздо больше домашних пород. Так, ну что ж, ещё один удар лиса. Не, не один удар. Да какого чёрта? Опять ты начинаешь творить херню? Ну-ка, сдохни. Убери броню. Убери хилку. И, блин, опять это происходит. Нет, это серьёзно. Надо будет написать разработчикам, попросить их вот что-нибудь с этим сделать. Потому что, ну, получается, я вышел с ними на контакт. И в игре есть некоторые моменты, которые мешают нормально, интересно играть. Вот эти моменты! Ладно, я напишу разрабам, серьёзно. Возможно, они меня послушают. Конечно, вряд ли. Потому что всё-таки творец. И творцу виднее, как создавать своё творение. И, собственно, его воля. Но, ладно. Если получится повлиять, может быть, что-то из этого хорошее и выйдет. Такс, последний удар. Давай. Шипастая лиса. Пока. К тому же, я даже не думал, что разработчики русскоговорящие. И я рад, на самом деле. Рад. Такс, у меня появились новые бонусы. И, возможно, даже что-то я смогу прокачать. Например, например, например. Нет, не хватит мне ни на что. Я хочу получить новую голову. Вот эту. В виде пираньи. Но надо найти где-то три мяча. У меня пока имеется только один. Хорошо. Я думаю, ещё одна, буквально две битвы. И я смогу прикупить новую голову. Поехали. Такс, ну этот чемпионат мы сегодня, ребят, с вами точно пройдём. Прямо стопудово. Рогоносный лис. Давай, рогоносный лис. Эх, ну меня эта штуковина просто выводит из себя. Я хочу её убрать. Оторвать этот отросток. Он никак не помогает. Он не увеличивает урон. Увеличивает немного лечения. Но, хотя, по логике вещей, если здесь находятся шипы, то я реально должен был бы ими атаковать, а не лечиться уж никак. Хотя это мир мутантов. Вообще, о чём я говорю? Мир подпольных боёв мутантов. И сейчас мы сражаемся где-то, по всей видимости, в Германии, судя по архитектуре. Ну и к тому же здесь есть пивасик, плюс кренделяки. Да, наверняка это какая-нибудь в Баварии. Поехали. Давай, ещё один удар. По десять бью. Урон у меня практически не увеличился с повышением уровня. Нет, ничего я менять пока не буду. У меня есть атаки, супер никаких крутых ударов пока не имеется. Поэтому заменять приёмчики смысла я никакого не вижу. Хотя у меня уже накопилось очень много очков действия. Ай-яй-яй-яй. Лисица, лисица, лисица. Рогоносный лис. Колоссальная матомата. Я не обратил сразу внимания на название. Колоссальная матомата. Колоссальное. Слово просто охрененное. Эпичное слово. Колоссальный. Колоссальная. А матомата это странно. И опять эта тварь будет выхиливаться бесконечно. Получи стан. Как тебе такой вариант развития событий, а? Не очень. Плюс удар, плюс хилка второго уровня. Сколько? Десять. Плюс я похилюсь. Давай. И не смей использовать сейчас тварь поганая. Щит и лечку. Вот тебе стан. Оплюху на раз. И смотри-ка, что я со тобой сейчас сотворю. Мне бы ещё какой-нибудь стан было бы круто. О-о-о-о-о. Как доктор прописал. Серьёзно. Саша доктор перпетолит. Сейчас с тобой разберётся. Пропишет тебе лекарство в виде успокоительного. По десятке. Да, каждый удар наносит примерно 10 урона. И я заработал 3 меча. Как, собственно, и хотел. Что ж, поехали прокачиваться. Хе-хе-хе. Голова пираньи сейчас у меня будет иметься. Блин, я давно не играл. Уже какие-то вещи позабыл. Но ничего. Голова змеи это. Которая больше похожа на голову пираньи всё-таки. Таксы. Вау. Вот это другое дело. Выглядит действительно покруче. Хм. Черепашка всё меньше и меньше становится похожа на черепашку. И эти шипы, находящиеся у меня на голове, больше сочетаются с головой змеи. Действительно. Как будто бы так и должно было быть. А вот с черепахой не сочеталось вообще никак. Что ж. Инсектофокс. Ну давай. Обновлять смысла нету. Поэтому тебе обычный удар я подарю сейчас. На-ка. Смотри-ка. 13. Вау. Урон уже увеличился. Но, насколько я помню, раньше, когда я играл в эту игру, у меня урон там был чуть ли не по сотке, по 200, по 300 я бил. У меня был действительно охрененно сильно прокачанный мутант. Сейчас же придётся снова проделывать колоссальный путь. Да, колоссальный. Ползучая Ридлия. Лучше бы это была колоссальная ползучка. Или как-нибудь так. Да, мне бы понравилось это название больше. У ворот. Ага. Понятно. У ворот. И сейчас каждый раз будет у ворот срабатывать? Нет? Надеюсь, нет. Так, с обнова. Нет, обнову смысла использовать нет. У меня есть пока ещё нормальные атаки. На 6 плюс 1. Слабовато. Ну, понятно, потому что у ворот сработал. Мне нужно похилиться, возможно, сейчас, друзья. Так. И опять. Спасибо. Хоть что-то меня сегодня радует здесь. Двадцаточка. Ну, сейчас он отхилит. Нет, 9 всего лишь отхилил. Позволь мне атаковать. Позволь мне атаковать. Можно заменить, попробовать. Да. Смотрите-ка, не зря я заменил. Есть оплюшка. На 12 стан. И, возможно, даже повезёт. И я смогу двадцатку нанести критом. Хотя шанс крита у меня сейчас очень маленький. И вряд ли я буду наносить критические удары. Вот мощный удар, по идее. Ну-ка. 19. Но уже лучше. Хилиться ты не будешь сейчас, да? Спасибо. Крит 29. А у меня почему-то криты пока ещё никогда не прокали. Я тоже хочу получить крит. Ребят. Я тоже хочу получить крит. Дайте мне крит. Пожалуйста, дайте мне крит. Нет. Нет, 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 нет. Я могу погибнуть. Хотя нет, друзья. Я не погибну. Сейчас сработает оплеуха. Я застаню. И нанесу какой-нибудь нормальный удар. Например. 12 урона нанесу. По-любому должен, ребят. О-о-о. Да! Фух. Уже испугался, что могу проиграть. Но нет. Проигрывать сегодня я не собираюсь. Сегодня мы идём только к победе. Только вперёд. Гены. И чё я могу прокачать? Такс. Есть новые лапы. Но требуется три мяча. Стало быть, я прокачаю, например... Пластины, может быть, увеличивают у ворот, защиту и количество ХП. Да, прокачаю пластины. И мой панцирь станет несколько бронированнее. Хм. Как будто бы у меня какая-то доисторическая черепаха. Здорово. И последний враг на сегодня. Это ядовитый змея хвост. У него третий уровень. А у меня какой, я и не помню. Оборонительная и ядовитый. Что ж. Поехали. А что такое кама? Оборонительная кама. Я не знаю, что такое кама. Кто знает, что такое кама? Есть среди моих подписчиков гений, знающие значение слова кама? Есть. Это стопудово есть. Напишите, ребят, что такое кама, пожалуйста. Такс. Два яда сразу. Да ты серьёзно? Ну, хорошо. И яды-то больно бьют. Оно и понятно, потому что, ну, всё-таки ты... Змеяка. Давай похилюсь. Я обычно стараюсь избегать восстановления. Но сегодня именно тот день, когда нужно им воспользоваться. Смотрите, сейчас опять раз и два. Очень мощные яды. Я тоже хочу получить такие мощные яды. Так, обновимся. И оп, оплеушечка. Пока змея вырывается вперёд. Змеи хвост этот. Но всё ещё впереди. Я ещё могу что-то сделать. Например, нанести обычный удар. Такс, 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 такс. Четырнадцать. Здоровски. Нет, не здоровски. Хилка либо обновка? Обновка. Не повезло. Ладно, просто похилимся. Шикардос. Шикардос. И... Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ага. Придётся просто наблюдать за тем, как я страдаю. А вот тебе удар. Нет, в любом случае, хилку придётся задействовать. Да, без прокачек. Идти на пролом, как барану, у меня пока не получится. Я Овен. Я люблю быть бараном, но не в этот раз. В этот раз мне придётся всё-таки разрабатывать какую-то стратегическую игру. Для борьбы с этим созданием. Что я сейчас и буду делать. Хотя, кого я обманываю? Никаких стратегий у меня в голове нет. Я просто, как дурачок, нажимаю клавиши. Чик-чирик-чик-чирик. И враг погибает. Да что ж ты так больно бьёшь? Оплюшку получи. Ну, а плюшки будет недостаточно, потому что у тебя есть хилка. И она сейчас не прокнула. Стало быть, я... Опа! Могу рискнуть, друзья. Нет. Нет, нет, нет. Не буду рисковать. Всё-таки нанесу удар. Потом, в случае чего, я похилюсь. Если сейчас мне будет слишком бубо. В любом случае, 43 мне сейчас не снимешь. Ооо, смотрите-ка, смотрите-ка. Запахло победой. Я чувствую. Это... Это запах победы. Это запах победы. Вот она, вот она победоносная... Ах, победа. Отлично. Я получаю секретный ключ. И у нас здесь будет лежать, например, что? Например, просто бонусы. А могла быть мутация. Но не повезло. Эх, жаль, что за последнего босса мне ничего не дали. Это вообще странно на самом-то деле, что... Самый последний враг... Из-за него самая бесполезная награда. Но, да ладно. Да что такое, телефон со мной начал говорить. Странно. В общем, друзья, на этом, думаю, пока можно остановиться. Немного взглянули на новую версию игры. Возможно, вы захотите увидеть прохождение. Возможно, нет. Всё зависит от вас. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. И всем пока-пока-пока.